Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографии. Ивана Кадаци, итальянский живописец, мастер архитектурных пейзажей ведут, а также фантастических композиций в жанре каприччо, пейзажей с античными руинами, работав в Неаполе и Риме. В старых источниках он известен как Вивиана Кадагора или Иль Кадагора. Я пользуюсь переводной педией. Вивиана Кадаци родился недалеко от Бергама, в амбарде около 1604 года. Около 1605-го семья переехала в Рим. Живописи Вивианова, вероятно, учился в Риме. В 1633 году переехал в Неаполь, где работал над росписями Чертоза де Сант-Марина. Крупным заказом в Неаполе для художника стала серия из четырех больших картин на сюжеты из истории Древнего Рима, в том числе одна, изображающая гладиаторские бои в Клизи, выполненная совместно с Аниело Фальконе и его учеником Домиником Горджуло. Серия была предназначена для дворца Буэ-Реттира, близ Мадрид. В настоящее время дворец не сохранился. Фигуры в архитектурных ведутах Кадация, по обычаю сложившемся в работе ведутистов, обычно писали другие художники, чаще Доминика Гаджуло. Женился 3 мая 1636 года на Кандиде Миранде из Неаполе. У супругов было семеро детей, из которых Никола и Антонио стали художниками. Большинство произведений Кадации представляют собой архитектурные картины среднего размера, руины, идеальная архитектура или капричи, пейзажные встановки. Его творчество по специфике живописного метода относят к неаполитанской школе, хотя значительную часть жизни он провел в Риме. Жентилески доверял Вивиана Кадации рисовать архитектурные фоны в ряде своих картин. Художник сотрудничал с преимущественно голландскими и фламандскими художниками в Риме, известными под прозванием «перелетные птицы», в частности с Микеланджело Черквотци и Яном Миле. Ему самому удавалось в своих картинах соединять бомбочаду и ведуту с возражаемыми руинами. У Кадации было несколько близких последователей, в том числе Асканию Лучано и Андреа Димикеле в Неаполе, его сын Никола Кадации. Переехав в Рим после народного восстания в 1647 году, он оставался там до самой своей смерти. Умер художник 5 ноября 1670 года. Ну вот так вкратце из переводной википедии о итальянском живописце Вивиано Кадации. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.